Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну а сейчас давайте время оценивать риски. Да, Сергей, я думаю, что время оценивать риски. Снова я, то, что говорили в прошлой неделе, но пока команда Трампа ходит, у нас нет никаких причин отчаиваться и начинать переживать за то, что у нас не будет еще четырех лет замечательного президента Трампа. Я все-таки очень надеюсь, что команде Трампа удастся не только доказать наличие фальсификации, собственно, никто уже не сомневается в наличии фальсификации, вопрос в их масштабах и в том, действительно ли их было столько, что они повлияли на исход выборов в проблемных штатах. Фактически было столько, что можно перевернуть сейчас и решить результат этих выборов иначе, чем то, что нам говорят в мейнстримной прессе, в мейнстримных СМИ. Но будем ждать, и мы понимаем, что, в общем, это затянется еще надолго. Нужно браться терпения, нужно иметь крепкие нервы, чтобы не реагировать сейчас на огромное количество фальсификаций, дезинформации, которые запускают. Нас пытаются приучить к мысли, что Байден уже президент. Но я напомню, что СМИ не коронуют президента. Президенты США выбирают законодательные собрания штатов через своих электров, как правило. И пока что мы не знаем, каков будет состав электров и как закончились голосования в нескольких штатах. Поэтому наберемся терпения и будем ждать. Тем не менее, думаю, что пришло время, чтобы подготовить себя к худшим вариантам и посмотреть, с чем мы можем столкнуться в случае, если Байдену удастся занять Белый дом. И вот именно об этом я и хотел сегодня поговорить. Я начну с того, кстати, что накануне президентских выборов в США есть такой прогрессистский израильский институт демократии. Они провели опрос среди израильских евреев и спрашивали о том, кого они считают лучшим для Израиля президентом, Дональда Трампа или бывшего вице-президента Джо Байдена. И около 70% израильтян выбрали Трампа. Лишь 13% выбрали Байдена, и еще 17% сказали, что они в общем не знают. А теперь вот в тех моментах, как американские СМИ уже короновали Байдена, мы помним, что это произошло буквально в ту же, буквально на следующий день после выборов, израильские коллеги вместе с дипломатическим истеблишментом и политическим руководством занялись изучением списков кандидатов на высшие внешнеполитические должности в администрации Байдена и рассмотрением последствий тех или иных назначений на должности, связанных с национальной безопасностью. И идея, стоящая за этой игрой в имена, заключается в том, что назначение того или иного человека, оно существенно может повлиять на политику администрации Байдена на Ближнем Востоке, либо в пользу Израиля, либо ему в ущерб. В принципе, в таком обсуждении, в такой игре нет ничего нового. Политические лидеры, специалисты в сфере национальной безопасности, Израиля, аналитики, средствах массовой информации играют в нее снова и снова каждые 4 года. И зачастую кадровая политика действительно играет немалую роль. Ведь, например, мы помним, когда Трамп заменил своего первого госсекретаря Рекса Тиллерсона, госсекретарю Майком Помпео, все стало совершенно иначе. Тиллерсон выступал и против выхода из ядерной сделки с Ираном, и против перемещения посольства США в Иерусалим. Помпео поддержал оба этих решения. Может быть, сегодня в передаче мы еще поговорим о том, что он еще собирается сделать. Но в случае с, возможно, приходящей администрацией Байдена вопрос о том, кто окажется на какой должности, значения не имеет. Я хочу, чтобы это было понятно. И тешить себя по этому поводу какими-то не было инлюзиями вообще не имеет никакого смысла. Политика Байдена, точнее его команды, она ясна заранее и не зависит ни от тех, ни от иных назначений. Байден, его напарница Камала Харрис и вся их команда неоднократно и подробно излагали свою политику на Ближнем Востоке на протяжении всей кампании. В последние дни перед выборами, да и после выборов, его советники не только вновь озвучили эту политику, но в некоторых случаях уже даже предприняли первые шаги по её реализации, по крайней мере, попытались. И следует ясно понимать, дело не только в заявлениях и всех прошлых действиях Байдена, Харрис и их кампании, как по ходу выборов, так сразу после них, которые не оставляют ни малейших сомнений в твёрдости их намерениях. Дело в том, что демократическая партия, как целая, полностью поддерживает их ближневосточную политику. В дни, которые произошли после выборов, демократы, особенно в Палате представителей, яростно обрушились друг на друга, виняв потери мест в Конгрессе. Ведь в то время, как накануне выборов СМИ бодро рапортовали нам о том, что партия расширит своё большинство в Палате представителей, всё закончилось потери, по крайней мере, двенадцати, если не ошибаюсь, мест. Демократическое большинство превратилось из комфортного в, скажем так, находящееся под угрозой исчезновения. И теперь умеренные демократы настаивают на том, что прогрессисты завели партию слишком далеко влево и потеряли драгоценные голоса в смешанных округах. А радикалы, в свою очередь, замечают, что почти все, кто придерживался их радикальной политики, выиграли свои гонки и требуют ещё большего влияния в кругах принятия партийных решений и руководств. Но всё это яростное бурление между умеренными радикалами демократической партии, оно ведь связано лишь с внутренними проблемами США, такими, как вводить социализм или пока ещё повременить, и отказ, например, от финансирования полиции. Это не имеет ничего общего с Израилем или Ближним Востоком в целом. Политика по вопросам Ближнего Востока фактически полностью согласована. Неслучайно заявления и действия компании Байдена и самого Байдена, его группы, и Харрис, и Национального комитета демократов ясно дали понять, что политика Байдена в отношении Израиля, Ирана и Ближнего Востока в целом является политикой администрации Обамы Байдена. Политика администрации Байдена Харрис на Ближнем Востоке возобновится именно там, где остановилась своё время администрация Обамы Байдена четыре года назад. А политика Трампа будет в случае, если они займут Белый дом, бесцеремонно аннулирована, проигнорирована, отменена или признана неактуальной. Байден уже взял на себя обязательство вернуть палестинских арабов в центр внимания и восстановить финансирование палестинской администрации со стороны США. Ведь, на самом деле, после принятия закона Форса Тейлора, американского закона, который запрещает США финансировать палестинскую администрацию до тех пор, пока она выплачивает зарплату террористам. Трамп прекратил финансовую поддержку автономии со стороны США, поскольку она оказалась, поскольку сама автономия, она как бы отказывалась прекратить перекачку сотен миллионов долларов террористам. И точно так же финансирование террористов со стороны палестинской администрации привело к закрытию представительства ООП в Вашингтоне. Это тоже сделала администрация Трампа. Байден теперь обещает все это открыть вновь и снова начать выплачивать деньги. Более того, Байден обязался возобновить помощь США и сектору газа. Такой шаг, разумеется, станет благом для террористической организации ХАМАС, которая сейчас полагается только на выплаты наличными из Катары. Но самое важное и основное конечное действие администрации Обамы в отношении палестинских рабов оно состояло в продвижении и утверждении резолюции 2234 Совета Безопасности ООН в декабре 2016 года. Напомню, Обама уже проиграл. Он знал, что он отдает Белый дом Трампу и в последние минуты он продвинул крайне опасную для Израиля, крайне враждебную для Израиля резолюцию. На самом деле, Обама и его советники настаивали на том, что они вообще не имеют никакого отношения к резолюции и просто они посчитали правильным накладывать на нее вето, как всегда поступала Америка, когда резолюции Совета Безопасности были особенно агрессивны и враждебны по отношению к Израилю. Но теперь-то мы знаем, что резолюция 2234, она была инициирована Обамой и его послом в ООН Самантой Пауэль. Они настаивали на этом и по сути дела есть в этом какая-то одержимость. Они уже сдавали свои дела, они уже уходили из Белого дома, из администрации и тем не менее как будто с какой-то одержимостью придавали первостепенное значение нанесению как можно большего вреда Израилю накануне ухода со своих постов. В этом есть какая-то мистика, я бы даже сказал, но тем не менее последние действия Обамы на своем посту были вред Израилю. Эта резолюция 2234 была направлена на то, чтобы привлечь к ответственности израильских лидеров и вообще гражданских лиц как таковых за военные преступления якобы привлечь в Международном уголовном суде и утверждалось будто бы израильские поселения израильские общины в Обедненном Иерусалиме в Иудее и Самарии являются незаконными. То есть по сути резолюция объявила примерно 700 тысяч израильтян которые живут сегодня в Большом Иерусалиме в Иудее и Самарии военными преступниками и заявила что как бы их присутствие там не имеет юридической силы и представляет собой лопиющее нарушение международного права. Это было разумеется абсолютно волюнтарное и безосновательное возверждение и признание президентом Трампом суверенитета Израиля над Иерусалимом и решение госсекретаря Майка Помпео в ноябре прошлого года о том что израильские поселения в Иудее и Самарии не являются незаконными были частью попытки администрации Трампа аннулировать резолюцию 2234 по крайней мере с точки зрения внутренней США но понятно что администрация Байдена такую доктрину Помпео проигнорирует и юридическое заключение госдепартамента которое было подготовлено Помпео и обосновывает позицию почему не стоит и неправильно считать еврейские поселения незаконными будет проигнорирована администрацией Байдена точно так же как Обама в свое время проигнорировал неоднократные заявления Трампа который тогда должен был стать президентом о том что он совершенно не согласен с этой резолюцией 2234 и за несколько недель до инаугурации нового президента Обама не должен идти на такой вопиющий враждебный американскому союзнику то есть израильный шаг но теперь вот как бы это все может вернуться и возвращаясь к своему плану продолжить с того места где остановился Обама Байден и Харрис и их советники уже заявили что они восстановят требования администрации Обамы о том чтобы Израиль запретил евреям отстаивать свои права собственности строительства домов и общин в Иудее и Самарии что касается Иерусалима Байден заявил что не закроет посольство США в Иерусалиме и не восстановит как бы посольство в Тель-Авиве но хочет открыть консульство США в Иерусалиме для обслуживания палестинских арабов дело в том что пока Трамп не признал Иерусалим столицей Израиля консульство США в Иерусалиме работало независимо от посольства консул США в Иерусалиме не был аккредитирован президентом Израиля потому что США как бы отказывались признать что Иерусалим находится на территории Израиля. А затем всё изменилось, и фактически сегодня нет такого понятия консульства США в Иерусалиме, есть посольство, и оно обслуживает как бы всех граждан Израиля. То, что хочет сделать Байден — отделить от посольства в Израиле, как бы сделать ещё одно посольство для палестинской автономии в Иерусалиме. И хотя Байден поздравил Израиль и объединённые Арабские Эмираты и Бахлин с подписанием соглашения Авраама, которым с тех пор, кстати, присоединился Судан, его советники отзывались об этих соглашениях очень насмешливыми. На этой неделе Томми Виетер, который был представителем Совета национальной безопасности при Обаме, он как бы так издевательски отозвался о соглашениях о нормализации, при том, что уже буквально через несколько недель после подписания соглашений они превратились в глубокое и восторженное партнёрство и альянс. Мы об этом сегодня ещё поговорим. И мы говорили об этом уже много раз. Какое количество экономических соглашений сегодня мы, может быть, в конце поговорим ещё и о военном. Какое количество экономических соглашений между Израилем и Арабскими Эмиратами успело уже случиться за эти несколько недель, и оно охватывает как бы все сферы, и частные граждане, и правительственные какие-то структуры, и министерства, и организации. То есть это действительно настоящий мир, не такой, как был у Израиля с Египтом или с Иорданией. И вот об этом мире Виетер, советник Обама, а теперь как бы один из людей команды Байдена, сказал, что это вообще не мирная сделка, всего лишь средство для приобретения F-35 со стороны Объединённых Арабских Эмиратов. А затем он заявил, что вообще эта сделка была для того, чтобы помочь Саудовской Аравии выиграть войну против поддерживаемых Ираном хуситов в Йеми. То есть, мол, вся эта история с соглашениями, которые уже сейчас приносят такие доходы, которые уже сейчас создала массу контактов, то, что называется, народной дипломатии между сотнями, если не тысячами израильтян и представителя, жителей Объединённых Арабских Эмиратов. Вот оказывается, это всё по словам советника Обама, а ныне советника Байдена. Это всё только такая ширма для того, чтобы Эмираты могли приобрести F-35 американский и помочь Саудовской Аравии воевать против хуситов в Йеми. Байден, Харрис и их советники пообещали прекратить поддержку США, Саудовской Аравии в этой войне и пересмотреть Американо-Саудовский альянс. Надо понимать, что если это действительно случится, то такая политика, давление на Саудовскую Аравию и как бы отказ от сотрудничества с ней не положит конец войне. Саудовская Аравия будет продолжать воевать против хуситов, потому что это не война, а Саудовская Аравия по приходи. Мол, нам захотелось, и мы начали войну. Это борьба за существование. Хуситы — это иранский прокси-режим. Это фактически Хабхизбала возле Саудовской Аравии. И их контроль над проливом Баб-эль-Мандеб угрожает всем морским перевозкам нефти из Красного моря. И ракетные удары хуситов уже выводили из строя на время главный нефтяной терминал Саудовской Аравии и поражали саудовские города. Поэтому если США разорвут отношения, пытаясь заставить саудовцев прекратить эту войну, то саудовцы продолжат эту войну и просто заменят свой союз США союзом с Китаем. То есть Байден приведет к тому, что Саудовская Аравия перестанет быть союзником США и станет союзником Китая. И поддержка иранских ставленников в Йемене против стратегического союзника США — это, конечно, не единственный способ, которым администрация Байдена будет помогать Ирану в борьбе с его арабскими союзниками и Израилем. Байден, Харрис и их советники по компании неоднократно обещали восстановить приверженность США ядерной сделке, которая была заключена на администрацию Обамы с иранским режимом в 2015 году. И в последние дни появилось множество разных сообщений о том, как конкретно Байден собирается этого достичь. Но ясно одно. В тот момент, когда он берет на себя заранее обязательство восстановить приверженность США сделки, он, по сути дела, вручает Ирану все карты в руки на любых будущих переговорах по условиях сближения. То есть теперь иранцы скажут, вы хотите восстановить сделку, нет проблем, заплатите нам вот эти миллиарды, нам неустойки, то, другое, третье, и Байден будет вынужден согласиться. Он же уже пообещал, что любой ценой вернет эту сделку. И, по сути дела, это означает, что США поддержит ядерную программу Ирана более-менее с того самого момента, где это становилось в администрации Оба. И самое худшее, может быть, или самое важное, надо понимать, что эта политика не просто позиция Байдена, это позиция демократической партии. И это колоссальные изменения, которые произошли именно в последние четыре года. Мы очень хорошо помним, что когда Обама заключил ядерную сделку, против нее выступало большинство в Сенате, примерно два к одному, и такое же большинство в Палате представителей. Но с тех пор демократическая партия полностью изменилась. Сегодня, после четырех лет радикализации по вопросам, касающимся Ближнего Востока, в целом, и Израиля в частности, уже нет значимого различия между предположительно умеренным Энтони Блинкеном, который тогда занимал пост заместителя госсекретаря Джона Керри, и откровенной, совершенно антиизраильской Сьюзан Райс, бывшей советницей Обамы по национальной безопасности. Поэтому нет никакой разницы, кто из них, или даже кто-то другой, будет назначен в случае победы Байдена на должность госсекретаря. Поскольку это позиция партии, и она не подлежит изменению. Поэтому если радикальным, глубоко дестабилизирующим планом Байдена каким-то образом удастся дестабилизировать Ближний Восток, то Байден уже не сможет пересмотреть свою политику. Она стала интегральной частью ДНК, так сказать, этой партии. И вот пример конгрессмен Элиот Энгель был просто сметен в своей первичной гонке новым членом команды Джамалой Боуэль. И как бы стоять на стороне палестинских арабов, по всем вопросам, это партийная позиция. Неслучайно бывший посол Обамы в Израиле Дан Шаперас уже заявил израильским СМИ, что создание государства палестинских арабов будет возвращено в качестве стратегической цели администрации Байдена. И характерно, что он даже не стал говорить о мире в контексте этого заявления. То есть мир, шмир, да кому это вообще важно? Мы просто будем отжимать у Израиля иудею и Самарию и строить на ней государство для палестинских арабов. А если они будут при этом стрелять по вам ракетам, то это ваши проблемы. Нас это совершенно не касается. Мы никакого мира не собираемся. Мы пособираемся уничтожать Израиль. Это сказано на открытый текст. И точно так же умеретворение Ирана и его предоставление ему ядерного арсенала это согласованная позиция всей демократической партии. Поэтому разговоры о веселости, о душевной теплоте Байдена, о том, как противостоят умеренные радикалы внутри этой партии, это всё как бы хорошо для успокоения, но это абсолютно ничего не значит. И на самом деле мы можем действительно сейчас вот-вот столкнуться с самой враждебной администрацией США в истории к Израилю. Самой враждебной администрацией США в истории. И я повторю, дело не в том, что Байден хуже, чем Обама, а в том, что при Обаме по меньшей мере половина, если не больше, лидеров партии демократической были действительно произраильские настроения. Сегодня согласованная позиция партии гораздо более радикальна, чем она была у самого Обама. И учитывая то, что Байден человек, не приходящий в сознание, а рулить всем будет Камила Харрис, то можно не сомневаться, что вот это именно та враждебная позиция, которую сегодня озвучивают всякие Рашид Лайпель, Панамар и прочие антисемиты, откровенные демократической партии, пользующиеся поддержкой старших лидеров партии, она и будет играть на внешней политике. И поэтому, с одной стороны, действительно, израильскому руководству вместе с руководством арабских стран, заключившихся с ним стратегический союз, сегодня нужно думать о том, как они сумеют противостоять этому. И вот, может быть, после перерыва Сергей, я хотел бы продолжить и поговорить о том, что действительно может произойти, каким образом Израиль и Объединенные Арабские Эмираты и их союзники, другие в арабском мире, в том числе Саудовской Аравии, могут попытаться блокировать вот эти вот враждебные, откровенно враждебные Израилю, и на самом деле не только Израилю, но и умеренным арабам поползновения администрации Байдена, если не дай Бог, им все-таки удастся захватить этот период. С этого и начнем следующий сегмент, а пока сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Если будут звонки, пожалуйста, 847-400-5200, ну а пока, как обещали, давайте продолжим. Давайте. Я начну немножко с повторения. Президент Дональд Трамп самый произраильский президент в истории США и Израиля. Президент Барак Обама был самым антиизраильским президентом в истории США и Израиля. Теперь возможным исходом президентских выборов станет инаугурация вице-президента Обама Джо Байдена. Трамп по праву добивается повторного подсчета голосов в Исконсине, в Джорджии, если я не ошибаюсь, и подает суд на предполагаемые мошенничества на выборах в Мичигане, в Пенсильвании. Но надо понимать, что чтобы выиграть гонку на данном этапе, Трампу нужно будет победить в Аризоне, в Джорджии. В Аризоне вроде они уже подсчитали, что мы пока не знаем до конца. И либо изменить подсчет голосов в Исконсине или в Мичигане, либо выиграть выборы в Пенсильвании. Трамп обязан делать все эти действия ради голосовавших за него 71 миллиона избирателей. И он, я надеюсь, действительно использует все законные возможности, но приведут ли они его усилия к победе, пока не ясно. Тем временем израильские СМИ очень весело и радостно приветствуют очевидное поражение лучшего друга Израиля в главальном кабинете, и его смену вице-президентом самого враждебного лидера США в истории. При этом многие комментаторы, как я уже говорил, успокаивающе твердят, мол, Байден большой друг Израиля. Но это утверждение совершенно не соответствует действительности, особенно если мы говорим в контексте Ирана. О Байдене вообще нельзя сказать, что он известен твердыми принципами. Он всю свою долгую карьеру показывал, что он флюгер общественного мнения. Менял свои позиции по всем вопросам. От расовой политики до международной торговли, от уголовного правосудия до социального обеспечения и медицинской помощи. Но хотя он быстро-быстро держал нос по ветру и согласовывал свою позицию почти по всем темам с преобладающей, куда дули ветры, туда он и менялся, на протяжении многих лет он хранит верность одной, при этом очень противоречивой, позиции. И это позиция симпатии и поддержка теократического режима Аль-Ато в Иране. Еще после терактов 11 сентября 2001 года Байден выступил за выделение 200 миллионов долларов Ирану в целях демонстрации исламскому миру добрых намерений Америки. А во время войны в Ираке Байден был одним из самых влиятельных голосов, призывавших США заключить сделку с Ираном, которая, по сути, превратила бы постсаддамовский Ирак в иранскую сатраку. И Байден же был одним из самых главных сторонников ядерного умиротворения по отношению к Ирану, как в годы предшествовавшей его восхождению на пост вице-президента при Обаме, так и на протяжении всех тех лет, что шли ядерные переговоры Обамы с Ираном. И эти переговоры, которые привели к заключению ядерной сделки в 2015 году, открыли Ирану путь к ядерному арсеналу в течение десятилетия. И после того, как он сказал нам, что он будет павлотироваться, Байден, который яростно критиковал решение Трампа отказаться от ядерной сделки, неоднократно заявлял, что в случае своего избрания он восстановит приверженность США к этой сделке, которая гарантирует, что Иран станет ядерной державой. Теперь, в ответ на возможное изменение политики в Вашингтоне, Израиль и его союзники в Персидском заливе очень заинтересованы в принять в оставшиеся два месяца максимум мер по минимизации перспектив Ирана в достижении вот этого военного ядерного потенциала. И все эти страны, как бы Израиль, Объединенный Арабский Эмират, и Бахрейн, особенно Саудовская Аравия, несомненно очень обеспокоены перспективой того, что Байден все-таки займет Белый дом. И эта озабоченность, она очень понятна. Ведь накануне выборов Камила Харрис дала такое интервью американскому журналу American Arab News и пообещала совершенно открытым текстом разрушить отношения США и Саудовской Аравии. Мы об этом только что говорили. По ее словам, вместо того, чтобы стоять в стороне, пока правительство Саудовской Аравии проводит катастрофическую, по ее словам, опасную политику, включая продолжающуюся войну в Йемене, мы переоценим отношения США с Саудовской Аравией и прекратим поддержку войны в Йемене под руководством Саудовской Аравии. То есть, по сути дела, предадим своего союзника. И, другими словами, США собираются, США от лица администрации возможной Харрис и Байдена, намерены поддержать хуситов, ставленников Ирана в войне против Саудовской Аравии. И вот в этом как бы раскладе, в ожидаемом повороте Байдена к Ирану уже всеми силами, всеми мощью, сказать, административного ресурса есть потенциал для Израиля. Потому что Саудовская Аравия, которая до сих пор не решалась присоединиться к Союзу Израиля Объединенных Арабских Эмиратов в Ахрина и Судана, может это сделать в ближайшие недели. Такой шаг действительно значительно расширит арабо-израильский мир, заключенный президентом Трампом через соглашение Авраама, и поставит перед возможной администрацией Байдена мощный альянс, который противостоит Ирану и его ядерным амбициям. Кстати, в том же интервью Харрис пообещал активно действовать и против израильских поселенцев, еврейских жителей Иудеи и Самарии, и блокировать все шаги Израиля по реализации своего суверенитета в Иудее и Самарии в соответствии с планом Трампа. И тогда же, вот мы только что говорили, они собираются, сообщили, что они готовы и намерены заново открыть консульство США для палестинских арабов в Иерусалиме, независимое посольство, и вернуть помощь. В ожидании всех этих враждебных действий, собственно, вот у нас осталось два месяца, когда Израиль с одной стороны он должен заняться тем, чтобы спасти свои позиции Иудеи и Самарии. И здесь, вероятно, было бы очень важно, сейчас уничтожить все те колонии, которые построили на европейские деньги палестинской администрации Иудеи и Самарии, незаконной. То есть они захватывают землю, которая принадлежит Израилю, ставят там свои как бы позиции, и это то, что называется факты на местах. Если Израиль не уничтожит их сейчас за эти два месяца, то будет очень сложно потом при администрации Байдена защитить эту землю. Ну а на внешнеполитическом уровне действительно Израиль в союзе с Саудовской Аравией и Эмиратами и всеми, так сказать, сателлитами Саудовской Аравии и Египтом, безусловно, может стать защитой вот от такого полной смены курса американского на Ближнем Востоке. И точно так же, как при Обаме союз Египта и Израиля притормозил немножко обамовские планы по превращению Ближнего Востока в иранскую вотчину, может быть, это снова сейчас станет актуальным. И здесь такой открытый уже союз Саудовской Аравии и Израиля может сыграть очень большую роль. Теперь республиканцам возможно удастся сохранить контроль над Сенатом, а демократическое большинство в Палате представителей будет уменьшено. И Байдену будет сложно принимать прогрессивную повестку дня во внутренней политике. Но мы сказали, что во внешней политике демократическая партия очень целостна сейчас. Она так изменилась, что теперь радикальная поддержка братик-мусульман и иранского режима, она является как бы консенсусом демократической партии. Но вот благодаря возникновению Израильско-суннитского союза, по сути дела военного союза, если мы, я снова и снова повторю, соглашение Авраама это не просто соглашение нормализации, это не просто экономический союз, это по сути дела военный союз, я не знаю, поговорим, но именно этот союз сегодня может стать главной стеной, главной защитой на пути полной дестабилизации Ближнего Востока, которую, в общем-то, откровенно декларирует команда Харрис и Байден. Вот, если у нас есть премия, Сергей, я буквально два слова скажу о шагах по поводу военного союза, буквально на днях газета, арабская газета Эль-Халич онлайн сообщил из своих источников, что в рамках сотрудничества в области безопасности, снова это уже не экономика, это область безопасности между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем против Хизбаллы и иранских интересов на сирийских Голландах в октябре, то есть еще пару недель назад в Израиль прибыла разведывательная делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, по сути дела, это уже не то, что компании торговые заключают между собой соглашение. представители разведки Эмиратов прибыли в Израиль и создали что-то вроде оперативного штаба, который будет действовать в Индии, пытаться создать на сирийской стороне Голланд некое военное образование, состоящее из повстанцев и действующих в интересах Эмиратов и Израиля на этой территории. То есть, то, о чем мы с вами говорили раньше, оно постепенно начинает просачиваться информация, мы понимаем, что прежде всего соглашение Авраама, это был военный союз Израиля, Саудовской Аравии, возможно, и Объединенных Арабских Эмиратов против братьев мусульман и против режима Алитовы Ира. Ну, вот это тот расклад, который мы сейчас имеем. На самом деле, конечно, ситуация очень сложная и очень непростая. И мы надеемся и молимся на то, чтобы Трамп победил и остался. Но если все-таки нам суждено пройти через это испытание, то будем надеяться, что то, что заложил Трамп, вот это наследие Трампа, военный союз Израиля и санитских государств, это то, что может спасти мир на Ближнем Востоке, несмотря на попытки Байдена попытаться его разрушить. Сергей. Я напомню, телефон в студии, были попытки дозвониться, мне как-то не хотелось прерывать, потому что информация очень интересная. 847-400-5200, если у вас по-прежнему остались вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. И, наверное, мы сейчас перейдем к следующей теме, но если будут звонки, я вам дам знать и мы остановимся. Хорошо? Хорошо. Администрация... Продолжая вот это все, да, если позволите, просто продолжая комплекс этот, ожидается, что госсекретарь США Майк Помпео посетит в ближайшее время. У него будет турне 10-дневное в Европу на Ближний Восток. Мы понимаем, что это не просто так. То есть, я не знаю, в Европе это отдельная песня, но... Александр, давайте попробуем принять звонки, а потом вернемся к тому, что будет делать Помпео. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день, Александр. Ситуация довольно конкретно сложно сейчас о чем-то говорить. Но я хочу вас спросить такой вопрос, потому что через сколько, через год Нитаньяху должен уйти, не то что уйти, ставить на второстепенную роль, а зайнуть место левые. И я читал вот эти последние, в последнюю неделю Мерет, эти, те, которые уже вообще провалились, как говорят, уже ниже нет, они просто лежат зад Байдену и так далее, и так далее. Так вот, мой вопрос к вам такой. Есть ли действительно будет так, как мы не хотим, то есть Байден придет в классе, и придут у вас Ганс и вся его команда в классе. Они, ну, знаешь, что Нитаньяху не прогнется, он не прогнулся перед Обамой за 8 лет. А эти братья, они не прогнутся случайно, и, потому что главная цель, сразу как только Байден, как они объявили, как они объявили, что он выиграл, это старая, как его, Peace for Land, Peace for Land, то есть мир за землю, та же самая старая сказка, которая себя абсолютно не оправдала. Ну, вот ваше мнение, или Нитаньяху должен сделать досрочные выборы и выиграть, и продолжать, потому что он не прогнется, а за тех ребят я не уверен. Спасибо, Александр. Да, на самом деле все гораздо хуже даже, чем вы описали, потому что вот то, что я говорил в первой половине передачи, сегодня люди, говорящие от имени вот этой команды Харрис и Байден, они говорят больше, они не говорят мир в обмен на территории, они не говорят слово мир вообще, они говорят, вы должны построить арабам государство в Удии и Самарии без всякого мира, то есть, если раньше, по крайней мере, не говорили, но арабы должны мир дать, не то, что арабы собирались нам мир обеспечивать, они рассматривали это свое государство как первый шаг ликвидации Израиля как такового, но теперь Байден и Харрис даже не собираются требовать мира, просто вы должны отдать им эти земли, а что они там будут делать и как они будут вас поливать ракетами и расстреливать, это уже, так сказать, отдельная история, то есть, все гораздо хуже и, безусловно, Левы, Ганс, Лапид, вся эта команда, которая сегодня верещит от радости по поводу того, что Трамп проиграл они не то, что будут противостоять, это их часть, как бы их часть политической позиции построить государство арабское в Иуде и Самарии, возможно, они такие радикалы, как команда Байдена, то есть, они не хотят ликвидации Израиля, по крайней мере, не готовы в этом признаться обществу, и они будут немножко притормаживать, когда начнут лететь ракеты или взрываться снова террористы, но надо понимать, что они останавливать точно не будут, другое дело, что я очень сомневаюсь, что в этой ситуации, как сейчас, Натанияу пойдет на то соглашение, которое было заключено с Гансом, и у него есть достаточно широкие степени свободы, позволяющие ему прийти к ситуации, когда станут неизбежны досрочные выборы. Сейчас, по всем опросам, в Израиле право религиозное, как бы, большинство получает 70 из 120, то есть, мы говорим о четырех партиях, партия Ликуд, партия Емина, которая сейчас, как бы, делает достаточно странные и сложные пироиды, мы об этом, может быть, поговорим как-нибудь, но, в общем-то, все-таки она пока находится в правом лагере, и две ультра-ортодоксальные партии, вместе они набирают уже 70 мандатов, и это гарантированное большинство правого правительства. Конечно, такая ситуация, она немножко скомпенсирует, то есть, если все-таки Байден окажется в Белом доме, Натаньял может, скорее всего, пойти на досрочные выборы и постараться создать правый кабинет, в котором будет четкое большинство, который будет опираться на большинство в Кнессете, и который вряд ли он сможет продвигать разумную политику, какую-то, но, по крайней мере, защищать наши позиции и, так сказать, удерживать страну от атаки Байдена вот эти четыре года, которые будут, это будет действительно единственный вариант, единственный выход. Я пока других вариантов не вижу. Я очень надеюсь, что все-таки Трамп останется, но если так это не случится, то последняя надежда это то, что Натаньял сумеет создать правое правительство, которое будет тормозить, ну, а на внешнем, на Ближнем Востоке в целом мы уже говорили. Давайте приним следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Филин. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я прочитал, что запасы Ирана в ядерном отношении 12 раз превышают допустимую на этот период им норму. Это в самом деле есть или есть? Можно предположить, что да, потому что Иран откровенно плюет на вот те ограничения, которые были ему приписаны, и накапливают материал. Другое дело, что бомбы у него еще нет, у него нет обогащенного урана, который необходим для бомбы. Он подготовил как бы всю нужную инфраструктуру и может приблизиться к созданию бомбы очень быстро. Но пока что у него нет ни бомбы, ни обогащенного урана, ни последних, так сказать, этапов необходимых инфраструктур, которые ему нужны. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вы знаете, Сергей, Александр, мне кажется, не срочно, мне кажется, нужно создавать письмо на Верховный суд Америки и от Израиля, от Америки о прохождении всех вот этих лабиринтов этого президента, которого сейчас ликуют, якобы выбрали. Вот эти все, помимо то, что фальсификации обнаружены, помимо его несимпатии к Америке и вообще к Израилю и ко всему еврейству и вообще другие все эти махинации, мне кажется, нужно в Верховный суд написать, помимо выборов должна быть другая тематика для Верховного судна, какая личность идет в Белый дом. Это же кошмар. Это же ужас. Если Байден пройдет, надо помимо фальсификаций набрать полно материи, так сказать, для того, чтобы этот человек не должен войти в Белый дом. Что он творит, Ирану посимпатизирует и ворует. Ужас, это какой-то кошмар. К сожалению, Байден не скрывает свои враждебные позиции по отношению к Израилю. Байден не скрывает своего многолетнего поддержки Ирану. И он получил по меньшей мере 70 миллионов. Может быть, они приписали себе пару миллионов, но порядка 70 миллионов голосов он получил. И, как я уже сказал, это консенсус в демократической партии. Поэтому письмами Верховный суд сейчас ничего не решить. Половина Америки и вся демократическая партия сегодня враждебно настроены к Израилю. И это факт. Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Уже мало кто сомневается в том, что если Байден выиграет, то социализм навечно застолбит свое влияние у нас в стране. И вместе с тем и антиизраильские линии демократы тоже будут сильно придерживаться. Готов ли Израиль к таким переменам со стороны нашего будущего Америки? И что предпримут? Я боюсь, что если Ганс вернется, в смысле возьмет власть в Урале, то вас следует ожидать такая же участь. Спасибо. Ну, мы только что об этом говорили. Я надеюсь, что Ганс не станет премьер-министром, что будут досрочные выборы, и Натанио получит большинство и сохранит правительство под своим руководством. Это раз. Во-вторых, во внутренней политике у Байдена, видимо, будут связаны руки и с Сенатом, и очень слабым большинством в Палате представителей. А вот во внешней политике действительно Байден попытается, постарается, если он станет президентом, дестабилизировать Ближний Восток, отдать его в руки братьев-мусульман и шиитского режима в Иране. И здесь союз Авраама, который успел создать Трамп между Израилем и суннитскими государствами, может стать препятствием на пути вот этих разрушительных тенденций. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас, пожалуйста. Говорите, выключите радио и говорите. Да, да, да. Я просто, понимаете, вопрос даже очень не в демократической партии. Посмотрите на евреев, посмотрите на Сороса, посмотрите на других минератеров. Они не убьют Израиль, они согласны ему уничтожить. Посмотрите на евреев в законе голосуют. И вообще на приватный Израиль, давайте смотреть реально. Да, русскоязычные евреи, которые мы приехали в Большой Союз, мы понимаем, но местные евреи, им по большому счету, им вообще Израиль не нужен. Поэтому, понимаете, проблема больше даже не москратическая партия, а евреях, если бы они по-другому к этому относились, если бы наши миллиардеры, Сорос и все остальные, их очень много миллиардеров относились по-другому. И европейская партия по-другому относилась. В общем, проблема. Ну, мне нечего добавить, действительно, американские евреи, да, им плевать на Израиль, но то, что они продвигали Байдена и выступили против Трампа, это на самом деле не только предательство Израиля, как бы претензии, что они предали Израиль, к ним не предъявишь, в конце концов, они не обязаны любить Израиль, но то, что они действительно пытаются установить социализм в Америке, это очень печально. И снова я повторю, есть бывшие советские евреи и есть ультрафтатоксальные евреи американские, которые почти поголовно голосовали за Трампа, ну, а те, кто голосует за Байдена, это вот отрезанный ломот. Да. Можно сказать. Ну, у нас осталось буквально пару минут времени, вы начали говорить о том... Я хотел сказать, что Майк Помпео прибывает в Европу и на Ближний Восток. На Ближнем Востоке совершенно понятно, что будет, видимо, речь идти о том, что можно предпринять сейчас в ближайшие два месяца и как вообще будет развиваться дальше вот этот союз Авраама в противостоянии дестабилизации. Но очень важный момент. Майк Помпео, государственный секретарь США, посетит Голланы и еврейские поселения в Иудее и Самарии. И это будет первое посещение чиновникам такого ранга этих областей. И, по сути дела, окончательное признание Америкой того, что Голландские высоты и Иудеи и Самарии являются частью еврейского государства. Никогда раньше представители Госдепартамента, а уж тем более глава Госдепартамента, не приезжали в эти области, поскольку позиции официальной считалось, что эти области территории не являются частью Израиля. И вот сейчас Помпео как бы закрепляет, он старается максимально закрепить в сознании, по крайней мере, во внутриполитическом американском диалоге позицию о том, что Иудеи, Самарии и Голландские высоты являются частью Израиля. Это очень важный шаг и момент как для Израиля, так и для, опять же, внутриамериканского диалога и в будущем раскладе между республиканцами и демократами, демократами, которые становятся все более антисемитскими, откровенно антисемитскими и республиканцами, которые становятся все более произраильскими. В общем-то, так сказать, видимо, эта тенденция будет закреплена. В Израиле Помпео встретится с Натаньяо, разумеется, также с министром обороны Гансом и главой Массада Йоси Коэн. Я напомню, что глава Массада Йоси Коэн, многие считают, что Натаньяо видит в нем своего преемника, то есть человек, который пока что занимает государственную должность, не может никуда баллотироваться, он закончит свою службу во главе Массада, у него будет какое-то время, когда он не может идти в политику, а затем он пойдет в политику, и многие считают, что Натаньяо видит в нем своего преемника. Кто знает, посмотрит. Ну что ж, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Спасибо огромное, Александр, как всегда, интересно и познавательно. Удачи вам и до встречи в следующий раз. Да. Спасибо.